Для них построить школу, два детских сада, это чашка кофе. Два раза им в ресторан сходить, извините меня. С 96-го года ни одной школы. Будничным примером Валентина Матвиенко эмоционально подчеркивает отстраненность Нурникеля от проблем северного города. Председатель Совета Федерации заключила это после выступления коллег, которые ездили в Норильск и осмотрели последствия аварии на ТЭЦ-3. Экологическая катастрофа обнажила и городские проблемы. Впрочем, и в них, и в ЧП виноват Нурникель, не сомневается Матвиенко. Я могу массу компаний привести социально ответственных. И не защищайте, не будьте адвокатом, Андрей Александрович, что они социально ответственные. Они пиаровски социально ответственные. Сколы устаревшие морально, без спортивных сооружений. Не обеспечить рабочих детскими садами. Боятся из списка форс вылететь, не вылетят. И даже не подвинуться ниже. Про нехватку школ и детских садов, изношенность коммунальных сетей, аварийное состояние больниц и поликлиник, дефицит медицинских кадров сенаторы докладывали в Красноярске еще на прошлой неделе. Теперь конкретные цифры дошли до верхней палаты парламента. Самая критичная ситуация с жильем. 78% норильских домов построены в союзное время. Если говорить об общем впечатлении от состояния жилого фонда, ну, наверное, там можно рекомендовать нашему кинематографу снимать фильмы «Катастрофа». Потому что даже на фотографиях, которые здесь были представлены, можно видеть, в каком состоянии находится жилой фонд. Поэтому очень важно поддержать разработанный администрацией проект, программу реновации жилищного фонда на период до 2035 года. В рамках этого проекта предлагается построить 97 новых домов и переселить 9 тысяч семей. На это будет выделено 85 миллиардов рублей. Половина расходов ляжет на бюджеты края и страны. Остальную сумму погасит норникель. Городообразующее предприятие должно не только возместить экологический ущерб за разлив топлива на ТЭЦ-3, но и решать социально-экономические вопросы города, считают и власти, и депутаты. «90% населения города Норильска трудятся на предприятиях норильского никеля. При этом весь жилой фонд просто сброшен на город, и город вынужден его ремонтировать. Но там суммы, например, по капитальному ремонту, никогда в жизни жители, проживающие в этом доме, на этот капитальный ремонт не накопят». В целом же участники заседания Совета Федерации заключили, что Норильску нужна новая программа развития города. Реализовать ее должны власти всех уровней вместе с бизнесом. Что касается текущих дел, губернатор Александр Ус выразил готовность прислать делегацию специалистов, которые с сенаторами будут дорабатывать проект постановления Совета по Норильску.